Помирившись с Новгородом, Ярослав составил договор, который уравнивал в правах новгородцев и пришлых княжеских людей. Теперь за убийство свободного человека, будь то дружинник-варяк или славянин, виновный должен заплатить виру, штраф в 40 гривен. Спустя годы, когда Ярослав станет киевским князем, он на 20 лет освободит Новгород от уплаты 2000 гривен ежегодной дани. Всего получится 40 тысяч гривен, вира, которую Ярослав задолжал городу после устроенной им резни. Князь закроет все свои долги. А его договор с новгородцами станет первой статьей первого в истории России сборника законов, который позднее назовут по имени создателя. Правда Ярослава. Правда Ярослава. Сборник законов, аналогичный раннесредневековым европейским судебникам. Содержала 18 статей, которые определяли наказание за убийство, побои, порчу имущества и прочие преступления. Ограничила кровную месть за убийство кругом ближайших родственников. Установила виру, то есть штраф за убийство. Вместе с позднейшими добавлениями составила русскую правду, свод законов, который действовал на Руси вплоть до 15 века.